Уважаемый Сергей Викторович, в ближайшее время президент Российской Федерации посетит Китай. Сегодня Пекин демонстрирует, что не боится санкционного давления со стороны США за взаимоотношения с Россией. Вот на сегодняшний день, сейчас, каковы подходы России и Китая к формированию нового мирового порядка? Спасибо большое. Это один из ключевых вопросов в сегодняшней повестке дня. Действительно, борьба за сохранение с Западом своей гегемонии уже вступила в такую очень острую фазу. Вы упомянули о том, что Пекин не боится санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией. Там далеко не только за это уже санкции объявляются. Недавно была встреча в Пекине с представителями Европейского Союза, вернее, в Фариже была встреча Си Цзиньпина с Макроном, там была Урсула фон дер Ляйен, которая прямо в присутствии китайских гостей сказала, что Китай слишком много всего производит. И надо бы производить поменьше. Мы будем вводить санкции. Американцы ввели санкции на электромобили, на аккумуляторы для электромобилей. Так что здесь не только за Россию наказывают всех, кто хочет проявлять самостоятельность, а Китай вырвался в лидеры мирового развития. И это не устраивает США, которые вместе со своими сателлитами, подмяв под себя уже весь остальной Запад, заявили на доктринальном уровне, что они не могут позволить кому бы то ни было стать сильнее влиятельными Вашингтона. Поэтому мы с китайскими коллегами объективно заинтересованы в том, чтобы продолжать лидировать в усилиях по установлению более справедливого, демократичного миропорядка. Запад демократии интересует только когда надо вмешиваться во внутренние дела любой другой страны. Вот там он вспоминает про демократию. А на международной арене категорически не приемлет любые равноправные формы сотрудничества, грубейшим образом нарушая устафон, в котором записано, что объединенные нации основываются на суверенном равенстве государства. Ну и в этой ситуации, конечно же, Россия и Китай далеко не одиноки в своих усилиях по реформе международной системы, по содействию формирования многополярного миропорядка, который отражал бы реальный вес государства и их объединений. С нами вместе в рамках ООН сотрудничают члены группы друзей в защиту устава Организации Объединенных Наций. Это очень важная структура, численность которой растет. С нами вместе, конечно же, члены БРИКС, члены Шанхайской Организации Сотрудничества. После расширения БРИКС нас стало больше в группе 20, практически половина, либо члены БРИКС, либо единомышленники. Поэтому и 20-ка будет претерпевать позитивные изменения в том, что касается более полного учета интересов всех других регионов мира, всех других групп стран, а не только коллективного Запада. Ну и, безусловно, Россия и Китай, помимо сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС, активно поддерживают другие интеграционные процессы на просторах Евразии. ШОС, Евразийский экономический союз, ШОС-ОСИАН, Евразийский экономический союз тоже имеет отношение с ОСИАН, эти отношения развивают. Мы также и Китай, и Россия имеем разветвленные связи с такими структурами, как Совет Сотрудничества, Радских государств, Персидского залива. А если брать другие континенты, то на Африканском континенте Африканский союз и многочисленные субрегиональные группировки являются традиционными партнерами России и Китая. То же самое касается Латинской Америки, где сообщество латиноамериканских и карибских государств, особенно с приходом в Бразилии в власти президента Лулы, обретает второе дыхание и вновь является таким магнитом для всех стран региона, и у России и Китая с этой структурой есть отношения. Так что союзников у нас много, и число их будет расти, я не сомневаюсь, и, конечно, все это будет на благо демократизации международных отношений, когда каждый будет занимать свое место в мировых делах по справедливости, по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики, мировой системы безопасности, а не за счет шантажа, угроз, ультиматумов, как это сейчас делает Запад. Поэтому заключаю, могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москвы и Пекина играет важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах, и уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу. Спасибо. Андрей Викторович Кучепов. Уважаемая Антонина Ивановна, уважаемый Сергей Викторович, в 2024 году Россия председательствует в объединении БРИКС. Как идет работа по реализации приоритетов российского представительства и какие перспективы в БРИКС вы видите? Спасибо большое. Приоритеты российского председательства изложены в достаточно объемном документе. У нас порядка 200 мероприятий запланировано во всех сферах деятельности БРИКС, а это практически все области взаимодействия государств, начиная от политики, от вопросов безопасности и кончая здравоохранением, спортом, культурой, искусством. Мы в качестве главной задачи видим, конечно же, такой стратегической задачей, видим обеспечение максимально плавного, гладкого вхождения в работу всех механизмов БРИКС новых членов, которые по решению прошлогоднего саммита с 1 января начальнего года стали полноправными участниками нашего объединения. Это Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это важнейшая задача, ее можно записать одной строкой, но она, конечно, требует повседневных усилий. Эта работа уже активно идет. Шерпы, СУ-Шерпы встречались уже несколько раз. Были некоторые встречи по отраслевым направлениям сотрудничества, и мы, в общем-то, ощущаем, что процесс идет неплохо. Вторая принципиальная задача, конечно же, это обеспечить наращивание нашей внешнеполитической координации на многосторонних площадках. Я уже упоминал о той роли, которую БРИКС и единомышленники нашего объединения играют в группе 20 в Организации Объединенных Наций. И будем взаимодействовать и далее. Для активизации работы по внешнеполитической координации, для нацеливания ее на более конкретные действия, мы будем использовать предстоящий в июне в Нижнем Новгороде встречу министров иностранных дел стран БРИКС. Это важное мероприятие, оно впервые пройдет в расширенном составе, и, конечно, в центре нашего внимания будет сотрудничество на международной арене налаживания координации. В приоритетах вопроса противодействия новым вызовам и угрозам терроризму, нарко-трафику, информационной преступности, коррупции, отмыванию денег, легализации преступных доходов, по всем этим направлениям в рамках БРИКС действуют соответствующие отраслевые структуры. Ну и еще одна важнейшая задача – это налаживание диалога с государствами, которые проявляют интерес к сближению с БРИКС, интерес в широком диапазоне от полноправного членства до установления рабочих партнерских отношений. Таких государств около 30, и вопрос о том, как нам укреплять диалог с ними, будет тоже в числе одних из главных политических приоритетов. На прошлогоднем саммите лидеры решили сформировать новую категорию партнеров, страны-партнеры, они так и будут называться, которая во многом заменит существующую до сих пор форму взаимодействия БРИКС+. Мы имеем в виду большое количество стран и руководителей региональных организаций глобального юга пригласить на мероприятия по линии внешнеполитических ведомств в Нижнем Новгороде и также на саммит в Казани. Вот такие, наверное, основные, я уже упомянул, спортивные мероприятия, игры БРИКС, культурные обмены. Особое внимание мы уделяем и парламентской дипломатии. В июле в Санкт-Петербурге планируется парламентский форум стран БРИКС, и я знаю, что Совет Федерации активно участвует в его подготовке. Так что дел хватает. Благодарю вас, Сергей Викторович. Ильяс Магомед Саламовичу Махану, пожалуйста. Спасибо, Валентин Иванович. Уважаемый Сергей Викторович, я хочу вас поблагодарить. Поблагодарить за системную поддержку парламентской общественной дипломатии. Заметно активизировалась сотрудничество со странами африканского контингента. Я бы хотел поинтересоваться, как идет реализация второго саммита России и Африки, который состоялся в июле прошлого года. Спасибо. Спасибо большое. Этот вопрос у нас на приоритетном контроле и у президента, и у правительства. Во время второго саммита состоялось большое количество не только пленарных заседаний, но и двусторонних контактов, контактов с отдельными субрегиональными структурами африканского континента. Все это продолжает развиваться в рабочем режиме. Это один из главных вопросов, который стоит на повестке дня, в том числе по реализации принятой тогда на втором саммите декларации и плана действий. Все было принято. Пять документов между Африканским союзом и правительством Российской Федерации. Они, конечно же, нацелены на развитие практического взаимодействия сферы инвестиций, торговли, создание новых логистических цепочек, переход на торговлю с оплатой в национальных валютах или через создание альтернативных платежных платформ. Действует новый банк развития БРИКС, штаб-квартира которого расположена в Южноафриканской республике, который, конечно же, уделяет повышенное внимание реализации проектов в африканских странах. Мы это активно поддерживаем. В этом же русле идет наше участие. Мы присоединились пару лет назад к экспортно-импортному банку африканскому. Это полезный механизм, позволяющий изыскивать новые возможности для инвестиций, реализации взаимовыгодных проектов. Российский экспортный центр также помогает работать на этом направлении. Ну и есть общественная структура, ассоциация экономического сотрудничества с Африкой. Мы хотим, чтобы она более активно внедрялась в практические дела по реализации договоренностей, которые были достигнуты в Петербурге в июле прошлого года. Это, что касается практического сотрудничества, материальной основы нашего взаимодействия. Ну а в политическом плане, конечно, африканские страны, наши союзники, по многим вопросам международной повестки дня, в том числе в защиту принципов Устава ООН, которые Запад хочет применять выборочно, когда ему что-то нужно. Один принцип берется за основу, когда противоположные цели, берется принцип, который иные толкует. Например, когда в Крыму, вы знаете, был референдум, Запад сказал, что это противоречит принципу территориальной целостности. А когда Косово без всякого референдума провозгласило одностороннюю независимость, и мы уже говорили про территориальную целостность Сербии, Запад сказал, что нет, это принцип самоопределения народов. Поэтому мы настаиваем, а африканцы нас в этом поддерживают, на том, чтобы все принципы Устава ООН всегда применялись во всей их полноте и взаимосвязи. И здесь они нам, конечно, союзники. Много вопросов в повестке дня ООН, где мы голосуем солидарно. Сейчас тесно взаимодействуем по палестинскому вопросу, по тому ужасу, который мы наблюдаем в секторе газа. Ну и в этом году, в феврале, африканские участники были среди наиболее активных в рамках состоявшегося межпартийного форума по борьбе с новыми форумами, с новыми проявлениями и практиками неоколониализма. Они будут участвовать и в работе той структуры, которая по итогам форума была создана, и неоколониальная тема вообще сейчас весьма и весьма остро поднимается на самых разных площадках. Ну и Африка, как пример освобождения от колониальной зависимости, безусловно, лидирует в этих процессах. Мы такую тенденцию поддерживаем. Последнее, что хочу сказать, в свете всего мной сегодня отмеченного и многих других факторов, мы в ходе сейчас намечаемой структурной адаптации нашего министерства к новым реалиям особое внимание уделим существенному повышению доли тех ресурсов, включая человеческих, и повышению организационных возможностей работы на африканском направлении. Спасибо. Сергей Викторович, вопросы к вам исчерпаны. Может, вы хотите в заключение что-то сказать, пожалуйста? Владимир Иванович, уважаемые коллеги, спасибо большое за то внимание, которое вы уделяете работе Министерства иностранных дел. У нас много общих начинаний. Я упоминал парламентский форум России и Африка, который проходил параллельно с саммитом России и Африка. Аналогичное внимание парламентарии уделяют отношениям с другими регионами мира, включая Латинскую Америку. По этой теме тоже был в прошлом году парламентский форум. Ну и лично Латина Ивановна дала старт многим начинаниям парламентской дипломатии, включая парламентские форумы для женщин, избранниц народа, включая и взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Все это существенно подкрепляет общую нашу работу по реализации внешнеполитического курса, утвержденного президентом. Вчера на заседании комитета по итогам нашей дискуссии Валентина Ивановна сформулировала вместе со своими коллегами ряд пожеланий, которые мы взяли в работу, в том числе те, которые касаются организации практической деятельности наших загранучреждений. И в том числе, что касается развития нашего кадрового потенциала, здесь, безусловно, нет предела совершенства. Мы признательны за такое внимание и рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия между Министерством и Советом Федерации.